Самую многочисленную и жестокую банду черных риэлторов судили сегодня в областном суде. Действовали они с 2004 года и на счету преступников больше десятка эпизодов мошенничества в отношении одиноких людей, склонных к алкоголизму и наркомании, убийства и распространения наркотиков. Последние играли ключевую роль, с помощью них риэлторы избавлялись от своих жертв. Повез наркотики для того, чтобы переделать здоровье, как и Фурлету. А так как Фурлета обладала отменным здоровьем, передозировать героином ее не получилось, она выжила. Было принято решение ее задушить. Ее убийство было совершено на территории Ленинградской области, там же был сокрыт ее труп. Было совершено пять убийств, одно покушение на убийство и одно приготовление к убийству. Покупались продукты питания, так же спиртное. В спиртное добавился димидрол и азолептин, для того, чтобы они спали и никуда не выходили. Забирали у них паспорта и другие документы на квартиры, оформляли на себя недвижимое имущество, продавали, деньги делили между собой. Главарь банды Сергей Водопьянов успел запятнать себя и еще одним преступлением – совращением малолетней. В течение двух лет его наложницей была 11-летняя девочка, которая росла в социально неблагополучной семье, которую он угрозами заставлял молчать. Психика на данный момент нарушена, сейчас с ней ведутся работы психологов, делают все возможное, чтобы она забыла этот инцидент. У вас есть свои дети? Конечно, у меня четверо. Раз, два, три, четверо, трое, четверо своих детей. Вы сомневаетесь? Ну, один не мой, я три года воспитываю ребенка, как потом выяснится. А почему же тогда вас обвиняют в педофилии? Я бывший преступный авторитет. Вот и все. В 90-е годы занимался криминалом. Отсидел. Тропами себя не запятнал, кровью тоже. А каким криминалом занимался? Ну, рэкетом занимался. И с тех пор, надо, сделаешь ее, как бы. За педофилию Сергей Водопьянов получил 15 лет лишения свободы, а сегодня его судили как черного риэлтора. Областной суд вынес приговор ему и его подельникам еще по обвинению в пяти убийствах, трех приготовлениях к убийству и других преступлениях. Судья, объявлявший приговор, заставлял преступников открыть свои лица. Откройте лицо, когда со мной разговариваете. В настоящее время вы признаны виновны в совершении преступлений. Никак вашему имиджу это не повредит. Пожалуйста, лицо откройте. Вы запалили что ли у вас? А что такое случилось? Калдырин, я с вами разговариваю, не надо газетой закрываться от меня. Осужденный Водопьянов. Понятен приговор? Ну, учитывая то, что... Понятен приговор. Ну, учитывая то, что я получил пожить за то, чего не делал. Вы болеете, Бурова? Понятен приговор? Нет, понятен. А что мне дали такой большой срок? Нет приговор, понятен, я не расслышал, но режим как-то. У вас? Да. Строгий режим. 15,5 лет строгого режима? Да. Ужасно. Президент говорит, что нельзя женщин по экономическим преступлениям сажать, у которых дети малолетние, которые ни разу не сидели. А вы считаете, такие сроки не сажали? Для меня они родственники. Ну, они не виноваты. Я прячусь, ты знаешь, какое-то дело тебя покрутили. Стали по жизни, ты убирайся, я не лишал. Значит, это будет вырученная группа начальника. Ну, прям, все, хорошее. Только для этого все это придумано.